Насколько важно для молодого или только начинающего специалиста сознавать свою значимость, нужность своему делу и профессии? Как необходимо понимать, что ты можешь что-то изменить, создать что-то новое? Сегодня в зале корпоративно-учебного исследовательского центра Иркутск Энерго Ирнитук собрались начинающие профессионалы и мэтры российской энергетики. Студенты защищают свои работы на конкурсе молодых ученых лаборатория энергетики, организованном компанией N Plus Group. Здесь у них появилась возможность воплотить в жизнь свои проекты. Главное – впечатлить будущих работодателей. В целом ожидания оправдались, потому что основной посыл при создании этого конкурса это было выявление ребят среди студенческой молодежи, аспирантов, которые способны и желают создавать что-то новое, новый продукт. И мы в том числе будем приглядываться к этим ребятам с точки зрения привлечения их в нашу компанию. Конкурс проводится впервые. В финале 9 проектов. Большее количество работ принадлежит студентам Иркутского научно-исследовательского технического университета. Есть некоторые из Университета путей сообщения и Института систем энергетики имени Меделеева. Тема проектов – цифровые технологии в энергетике. Пока жюри удаляется в совещательную комнату, обсуждения среди участников не прекращаются. Мне больше всего понравилось то, что в нашей классической энергетике, к которой мы все привыкли с тепловыми станциями, с гидроэлектростанциями, слышать такие сегодня слова, например, как «смарт-крит», «блокчейн» или «бигдата», и реально понимаешь, что все-таки технологии доходят и до нас, и это очень приятно. Да, я ожидал, наверное, все-таки услышать что-то подобное, что управление производством уже на основании технологий, управления со смартфонами, Wi-Fi и различные беспроводные системы – это круто. Я этого ждал, я этого получил. Гран-при конкурса получил студент Университета путей сообщения Игорь Лобыцин с проектом по повышению надежности силового оборудования и его восстановления. Он сможет пройти стажировку на одном из предприятий «Н-Плюс Групп» и реализовать свой проект на практике при поддержке опытных специалистов. Да, конечно, это очень приятно, но мы понимаем, что есть куда стремиться. Это наш еще один шаг к выполнению нашей цели. То есть мы идем, мы предлагаем, мы работаем. В итоге надеемся, что у нас все будет удачно. Десять лет в Приангарье существует корпоративный учебно-исследовательский центр Иркутской энергии и РНИТУ. Это одна из образовательных программ, которые действуют в Иркутской области по инициативе Олега Дерипаски. За это время выпускниками центра стали более 300 специалистов, которые успешно работают на энергетических предприятиях Иркутской области. Екатерина Нерушкина, Сергей Полянский. Новости сейчас.